ну что же друзья мои добрый вечер обещанный эфир с ритой сейчас я попытаюсь понять как риту присоединить в эфир я еще такого не делала вот если рита меня сама добавит там какая-то есть функция отправить запрос вот сейчас нас должно стать 2 мы пока ожидаем теперь нас двое здравствуйте не пропустила вот отлично тогда я не буду включать картинку нас будет две прекрасных лица нас будет два прекрасных лица вот это рита это моя подруга но вообще она конечно гадалка каким-то стажем ридом рита сколько ты гадаешь страшным стажем и это тоже сколько ты давно ну наверное когда мы познакомились ты уже гадала да да 12 12 15 это как мы знакомы а ты же гадала раньше да вот а еще рита астролог но с астрологией я лично меньше понимаю я я в общем критик лично я критик обращаюсь все время на таро вот это еще и астролог и в общем у нас такой значит эфир спонтанный достаточно на тему магия в нашей жизни чтобы это могло значить это может значить все что угодно лично я что могу сказать про магию в своей жизни вы кстати говоря может здороваться и писать какие-нибудь вопросы мы может быть тогда будем более логично как-то на них отвечать вот что касается моей жизни вот ритуалы это вообще все не мое это вот кстати говоря ритина рита у нас любит что нибудь помогите спать и я чуть-чуть ритуалить вот а я это все не знаю как то пропустила и никогда но в общем не не делаю а вот но я так рите обращаюсь действительно на консультации здесь такая история что когда возникает какая-то жизненная ситуация когда надо сделать выбор когда ничего или наоборот когда ой рита поэтому по микрофон убьешь и очень шумно вот когда наоборот ничего не понятно то есть выбор бы и хотелось сделать как не с чего делать выбор потому что в принципе априори ничего не понятно то есть вот что-то произошло и и все как бы там с ног на голову встала а куда двигаться дальше вот вообще ну и вообще надо ли двигаться или надо наоборот затаиться вот во все во всяких таких ситуациях я обращаюсь за помощью и рита это честно сказать человек который помогает мне наиболее эффективно скажем так потому что я в принципе вот я люблю в таких ситуациях погадать потому что я не понимаю что еще делать я значит как бы спрашиваю типа давайте спросим там у разных гадалок в смысле к разным гадалкам когда там обращаются давайте спросим у таро это что вообще происходит подскажите мне и вот такого профессионала как рита я в принципе не встречала то есть что такое гадание гадание это в общем та же самая интуиция на моем представлении просто это насколько канал у человека рабочий и что человек может читать из вот этого пространства ну например что то там произошло или там у меня вечно эти проблемы с документами там то были в турции то потом были в литве и вот я там сижу жду грубо говоря вид на жительство а рита мне говорит нет вообще короче не жди или жди но через полгода вот и как бы попускает да потому что если чего-то ну то есть например от этого вида на жительство что-то зависит да и я там жду его что вот-вот-вот там его должны дать а рита говорит да нет там не в этот раз то тогда приходится хочешь не хочешь ну как-то перестраивать свою жизнь исходя из того что нет в этот раз действительно не дадут не поможет вот и поэтому надо ну а что в такой ситуации делать это же какая-то реальность то есть дадут или не дадут вид на жительство но условный вид на жительство или там дадут или не дадут какие-то там документы любит не любит плюнет поцелует вот это все реальность правда же ведь это же вот а у рита есть к этой реальности выход и доступ через карты торопись она смотрит к не любит плюнет но поцелуй любит но не сейчас вот поэтому я как бы таких ситуациях обращаюсь за помощью как я сказала и в общем за жизнь я обращалась к разным всяким гадалкам и в общем то даже к астрологам вот и мой опыт он иногда честно сказать плачевный потому что вот я прям там могу при желании повспоминать какие-то истории помнишь это как я обращалась к астрологу и вскому это было рита говорит я говорю я заплачу даже вот там 100 долларов него консультация думаю ну пойду он мне расскажет рита говорит ты обязательно все запиши он же там такой профессионал мы его послушаем рита по моему ты даже не слушала а я просто вышла с консультацией ну блин откуда у меня два часа такого лишнего времени просто долларов я молчу потому что просто он гундосил два часа вот таким бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу а в 2022 году а значит смотрите август 8 число вас ждет такое значимое событие я такая а это было два-три года назад да какие значимые события в 2022 году когда ну то есть я к нему пришла с конкретным вопросом а он мне говорит я на конкретные вопросы отвечаю только после общего гороскопа а общий гороскоп у него включает вот 22 год назад вот так ритя нет ритя не так ритя как конкретным вопросом я не дарит а ты кстати это же я про себя говорю а как ты там с людьми работаешь составляешь ты общий им гороскоп расскажи я стараюсь исходить из запроса который пришел и я смотрю тут даже несколько мелькало знакомых нами сейчас присутствует кто у меня бывал на консультации бывал плавал и но может быть я скажу что такое магия в моем понимании как давай же если вам интересно кстати возможно кому-то захочется поделиться своим представлением особенно если вы бывали у риты особенно если вы размышляли либо каким-то образом исследовали эту область которая называется магия есть это не мое определение но когда-то я услышала мне понравилось я начала размышлять на эту тему и для меня это действительно так магия это способ воздействия на реальность и как сказать для кого-то да со стороны человек может оказаться в контакте со сверхъестественными силами но если посмотреть на это как сказать вооруженным взглядом да с другой стороны то трезвым да то человек обладает там больше компетенции да либо большими знаниями и в том числе можно такое слово применить как осознанность да в одном из в одном из значений маг это тот который может да или тот который смог так вот маг это тот кто обладает инструментами для того чтобы не только отражать эту реальность познавать но и для того чтобы ее трансформировать и в этом контексте конечно же фигурирует такой фактор как свобода да то есть маг занимающийся магией это человек в большей степени свобода чем скажем не не являющийся каковыми это для меня тот который может выбирать тот который может идти своим путем там еще обязательно должно присутствовать такое понятие как совесть или нравственность и это важнее чем внутреннее как у меня телефон написал что у него что-то с памятью у вас сейчас это как-то отразилось да у нас немножко подзависло у меня покрыли ну надеюсь что дотянем дотянем да и не знаю что по повышке как прервемся я что-то сделаю и выйду потому что это может быть плачевно мы же хотим сохранить этот эфир все я под напишите пока подготовьте вопросы давайте буду